Многие из этих ребят только окончили учебные заведения и сразу же получили повестки в военкомат. Этой весной из Ленинско-Кузнецкого, Полосаева, Ленинско-Кузнецкого и Крапивинского районов служить уйдут более двух сотен парней. Существование самого государства невозможно без граждан, готовых защищать в его рубежи, государственные, моральные и политические устои. То есть можно сказать, что защитники Отечества – это надежда и опора государства, главные его стержни. Два раза в год молодые люди, которым предстоит защищать родину вдали от дома, приглашаются на День призывника. Ребята знают, их поддерживают не только родные и близкие, но и весь город. От главы Ленинско-Кузнецкого призывники получили подарок – командирские часы и открытки с изображением памятных мест города. Вы, кому выпадают служить в различных регионах страны, должны знать и всегда помнить. Вы достойны высокой чести выполнить свой воинский долг по защите нашей великой родины России. Настоящим примером для выпускника горно-технического техникума Александра Лапестова стал его дед, который достойно служил в армии три года. Будущий рядовой Лапестов мечтает попасть в танковые войска и уже на практике изучить то, что до этого видел только на картинках в журналах и фильмах. Послужить желание есть. Во-первых, чтобы, ну, долг это каждого мужчины отслужить, познать там вот как-то азы воинской службы. Ну, это интересно для меня. Лет пять назад появилось желание в танковых войсках послужить. Ну, и так оно и остается неизменным. Почему? Техника нравится, ну, а танки это вообще интересно. За год, который ребята проведут в рядах российской армии, им предстоит изучить новейшее воинское вооружение, в том числе новые бронежилеты, которые способны выдержать винтовочный выстрел. Поддержали будущих воинов представители церкви, комитета солдатских матерей, ветераны боевых действий и творческие коллективы города. Как пройдет служба за этот год, теперь зависит только от призывников.